Ведические тексты Сегодня прозвучало в лекции Трехлебова о том, что мы занимали пространство от севера до Индийского океана и от Атлантического океана до Тихого Это все так, на меня интересовали конкретные вещи И вот что выяснилось, у нас было несколько ведических центров Помимо того, что Москва существовала, Москва существовала и до IX века, и, видимо, много тысячелетий она существовала Это один из центров Такое впечатление, что там какой-то разлом земной коры И само название «Москва» это, вообще говоря, немножечко искаженное слово «Маскова» Словом «Маска» под словом «Маска» понималось икон Это вот не просто лик, лик он больше на портрет похож А маска, это уже, ну вот как икона, там есть своя техника, вот свои каноны, как эту маску делать И вот это сакральное место, значит, вот, понимаете, одно сакральное место То есть это древняя, как бы еще, цивилизация существовала на том пространстве, где находится Москва Конечно, совершенно верно, абсолютно точно Дальше, вот был город Аркона, он, собственно, и сейчас есть маленькое поселение на острове Рюген в Германии Но на самом деле это была не Германия, это была Ярова Руси, это была столица Яровой Руси Яровой Руси, и столица страны Вагри Вагри, это там жили варяги, вот те самые, которые к нам пришли Действительно, мы их позвали, но это все равно, как, скажем, вот в этом веке взяли, позвали Ельцина из Екатеринбурга Послали в Москву, да Но это не значит, что послали, так сказать, представителей совершенно другого государства Хотя местность действительно другая Но культура одна и та же, и политическая какая угодно Вот, это вот другой регион Теперь Урал, это тоже очень интересный регион Вот мы были тут на горе Большой и Малый Еремель И там наверху везде есть святилище Вот сегодня звучало название планеты Мара На самом деле вот очень много святилищ Мары есть И вот мы там, в частности, одно из них видели То есть, вот если веды, они все буквально записывали То храмы, они оставили лики, они оставили маяки Маяки – это зооморфные фигуры, которые привлекают наш взор Как только мы к ним приходим, там обычно написано, где находится храм То есть, да, увидев маяк, мы теперь будем знать дорогу к храму Вот, собственно, чем я занимаюсь То есть, это тот же ведизм, но только не на понятийном уровне А ведизм, отлитый в какие-то скульптуры В какие-то рельефы В какие-то места, которые видны из космоса Это вот геоглифы То есть, вот что я изучаю А сейчас вот исторически возможно показать, что вот это единство древнего наследия во всех странах Что вот есть единая культура, вот как бы исторически это доказать? Да, конечно, можно Значит, ну, как вы знаете, вот мы приняли греческий термин «гиперборея» И есть ее изображение вроде бы на картах меркатуры Но когда начинаешь читать на этих картах А там, что интересно, там наложено, наверное, две или три карты друг на друга Он ли сам это сделал, или кто-то до него сделал Но они были не очень грамотными Они, например, там Скандинавию дважды изобразили И они какую-то очень древнюю карту наложили И не знали, что там очень мелко есть надписи Они малоконтрастные, но их можно выявить Называлось это место не гиперборея, а Аркта-Русь Что нам очень понятно Во-первых, Русь Ну, тогда любая местность называлась Русь Но с каким-то эпитетом Вот была Ярова Русь, была Марова Русь, там была Родова Русь, ну и так далее А это была Аркта-Русь Вот Если учесть, что в древности Медведь назывался не Медведь И даже не ВР, а Рыкос От слова рычать Рыкун, рычун То Аркта, сами понимаете, то же самое Рыкос, но чуточку звуки переставлены Такое очень часто бывает Скажем, у римлян было имя Флор Мужское имя и параллель женскому Флора Флор – это растительность А когда русские заимствовали имя То они переставили буковки И уже стало не Флор, а Фрол Да? Имя-то у нас не Флор, а Фрол Вот Но такое всегда бывает Поэтому вот, скажем, не Рыка-Русь, да? А Аркта-Русь Вот И столица была город Поло Меня тоже это заинтересовало Почему город Поло? Потому что он был кольцеобразный В центре было море, ну а в центре море скала была То есть он был Полой Ну и вполне понятно, что он назывался Поло Оттуда вот греческая Полис Вот То есть, вот видите, это ведическое название было заимствовано Дальше Мне удалось там определить, что там был город Крумия И я его нашел, хотя я сначала прочитал на камне, который назывался Фолсомское лезвие Вот Иными словами Можно реконструировать географические объекты по картам По каким-то другим сведениям И вот в этом моя задача Но это чистый ведизм был Вот Более того, на многих камнях есть определенные изречения Очень любопытные Дальше Многие животные представляют собой не столько животных, сколько воплощение богов Это зооморфные лики богов Вот Конечно, меня ведизм и в чистом виде интересует Но моя задача немножко другая Понимаете, ведизмом занимается много людей Ну, в частности, тот же Тилок, который вот книгу написал Арктическая прародина Ариев Так вот, у него там есть несколько рисунков Рисунков Оказывается, рисунки тоже подписаны И мы можем знать, какие там были скалы Как они назывались Вот Понимаете, для меня любой рисунок Это не столько рисунок, сколько текст Но наши предки Вот сегодня уже несколько раз это звучало мысль Они были очень близки к природе Если они на камне писали Это не так, как вот у нас, как подъехал там Рыцарь к камню И читает надпись Прочитать надпись очень непросто Она малоконтрастная Потому что наши предки считали, что камень губить не надо Он должен быть естественным Но если вы хорошо различаете контраст Вы даже малоконтрастную надпись прочитаете И так они ко всему относились И очень много есть артефактов Которые внешне напоминают просто скалу Но вы ближе подходите, видите, батюшки Вот глаза, вот нос, вот рот Это же лик целый А издали, ну скала и скала Вот, это великое искусство Великое искусство сделать так, что внешне Это вроде всего природа А человек уже оставил в ней свой след А вот Русь, вы говорите, когда все называлось Русь Это какое время? Это какие даты вообще? Ой, значит, меня это тоже интересует То есть Ну вот нынешняя цивилизация Она где-то в эпоху бронзы начинает формироваться Это вот нынешний виток Скажем, в наолите большинство народов говорило еще на русском языке Но уже появлялись другие языки И уже появлялись другие культуры А вот если мы берем палеолит Древний каменный век А он же ведь огромный Вот на сегодня он составляет примерно 3 миллиона лет А закончился он, верхний палеолит, всего 10 тысяч лет назад Понимаете? То есть, ну вот 3 миллиона лет Потому что если вы 10 тысяч от 3 миллионов отнимете Практически останется те же 3 миллиона Вот это все была культура на русском языке Это была культура всего человечества Каждый участок земли назывался Русью И чаще всего Русью не только в честь какого-то регионального бога Боги были всемирные А скорее в честь того или иного этапа Получается, самая древняя культура, которая даже за палеолит выходит немножечко в нижний плеистацен Это культура Макоши А там нижний палеолит, это культура Мары Причем во время Мары Вот если посмотреть следы, оставленные на Луне или на Марсе Там есть тоже надписи по-русски И там чаще всего упоминают храм Мары То есть это был необычайный взлет человеческой культуры А нам говорят, что люди там еле-еле камень о камень били Понимаете? Следующая культура рода Но она больше представлена не на европейском или не на азиатском континенте А в Америке Ну, как бы так вот сложились природные условия И вот с тех пор, как пришли наши предки через Берингов, Перешеек в Евразию Начинается новый этап Это мир Яра Это мир Яра, не обязательно везде Русь Яра Русь Яра это Западная Европа А вот, скажем, Китай это Русь Мары Несмотря на то, что это мир, все равно Яра Понимаете? Там очень сложные такие названия А потом появились и другие названия Вот, скажем, в наолите появляется культ богини-девы Она же жива И появляется живина Русь Это вот в районе сербов, хорватов, вот там Вот, это культура Винча Винча это город 16 километров к югу от Белграда Вот, это наолитическая культура В общем, дальше появляется очень много вот таких мелких названий Ну, в частности, скажем, территория нынешней Франции Она называлась Рунова Русь Почему Рунова Русь? На сегодня найдено 20 пещер Вот на территории Франции Это в основном бассейн реки Дордонь И главным образом ее притока Везера И вот там, в основном, карстового происхождения пещер Их найдено 20 В каждой пещере найдено не меньше сотни рисунков Так что вот примерно общий массив 2000 рисунков Это наши летописи В эти рисунки вписаны определенные слова Мы теперь знаем, какие животные были промысловыми А какие животные были зооморфными ликами богов Все это можно понять Но представляете, массив какой 2000 рисунков Это же летопись целая А вот рядом территория Германии Ну, не самый север Она называлась Порунова Русь Или потом стала называться Перунова Русь А вот, допустим, Крымский полуостров Ну, знаете, он Таврида Но в более позднее время он назывался Лозова Русь Ну, это понятно, там виноград выращивали То есть, вот, каждая местность со временем Она становилась какой-то Русью Вот, Москва называлась Столичная Русь Киев никогда так и не назывался У Киева не было на изделиях надписи Столичная Русь Хотя мы говорим, что Киев вроде мать городов русских Но это очень более поздний, так сказать, миф Который сложился и известно когда Когда мы присоединили Украину к России во времена Богдана Хмельницкого Вот Зато на изделиях из Киева просто написано Киев, Русь То есть, Киев входил в какую-то другую Русь А вот, когда Германия была германизирована А там были такие же русские, как вот здесь, в этой России Говорили на одном и том же языке То название Ярова Русь перешло к нам А мы раньше назывались Русь-Славян Вот этим мы отличались, скажем, от Западной Европы Или, например, мы смотрим Китай Очень многие географы там имеют пометку Там написано Русь-Скифия или Скифская Русь То есть, Китай входил в Скифию Такого государства не было Это государство очень недавнее Его португальцы открыли в XVIII веке Вернее, в XVII веке И ему же начали сочинять историю То есть, на Западе ему сочинили историю Они очень обрадовались, что у них такая древняя история Вот, на самом деле, понимаете, мы живем в мифологизированной истории Эта мифологизация началась примерно тысячу лет Почему вот нам отмерили тысячу лет? Это отмерили время вот этой самой мифологизации на Западе Но очень сильно это все расстрелило в эпоху Возрождения В эпоху Возрождения очень хотелось Восточной Римской империи, Константинополю, быть древней И они кое-что отодвинули на тысячу лет назад Вот И у них действительно получилась древняя история Но получилась интересная вещь Они Грецию, как вы знаете, Греция входила в Византию И они ее на тысячу лет отодвинули То есть свою средневековую, они на тысячу лет отодвинули А средние века они ничем не заполнили И вы можете купить тысячу книг по истории древней Греции И ни одной книги нет по истории средневековой Греции Потому что средние века были передвинуты назад А вакуум так ничем и не был заполнен То есть вообще принцип единства, многообразие был проявлен в той культуре То есть она была с одной стороны всеобщая А с другой стороны в каких-то местах уделялись какие-то особенности Да, понимаете, вот если говорить о культуре Которые уже выросли, уже поздние культуры Да, вот сейчас Трехлебов очень хорошо об этом говорил Что действительно это была единая культура И эта культура была выше той культуры, которая есть сейчас у нас Мы развиваемся не в том пути, не по тому пути Но это и не наш путь Дело в том, что нас многократно захватывали И захватывали чаще всего не потому, что мы не могли себя защитить А захватывали так, как это сейчас происходит Приходят люди, говорят, мы ваши И вот я смотрю, не только в Москве полно киргизов, узбеков, кавказцев Я смотрю и в Екатеринбурге то же самое То есть, пожалуйста, тут есть и киргизы, и узбеки, и кто угодно Так или не так? Так, конечно Вот, и они не с мечом пришли Они пришли сюда на заработки Но они размножаются гораздо быстрее, чем, скажем, славяне В силу разных причин Потому что они могут жить в любой грязи Там, ну, вы видите, в каких условиях они здесь живут Вот, и они не требуют больших денег за свою работу Чем пользуются многие предприниматели И вот так же было и тогда То есть, пришли, они не завоеватели были Они пришли от того, что в Средней Азии климат стал слишком засушливым Там появилось много пустынь Ну, жить нечем Сельское хозяйство подорвано Вот они пошли в Европу Пришли, так сказать, в ресторане Как сейчас говорят Ну, так сказать Пустите нас хоть как-нибудь Прошло 2-3 поколения Они говорят, это земля наша Как ваше? Вас пустили? Нет, еще подумали А, вы еще возражать будете? А нас больше теперь Вот так, к сожалению, и были завоеваны определенные куски Ну, и, я думаю, были просчеты в дипломатии, как у нас сейчас После Второй мировой войны, скажем, наши войска стояли и в Австрии, и в Восточной Германии Австрию отдал Хрущев В Восточную Германию отдал Горбачев Вот так просто Не запонюшку табаку А сколько тысяч или миллионов людей наших погибло для того, чтобы освободить эти страхи Вот, понимаете, то же самое было и в древности То же самое А наша территория действительно была больше Но вот так потихоньку, поликоньку она сократилась Вот, и что касается ВЕТ Да, действительно, к сожалению, это была запрещенная литература Мы сейчас только-только начинаем все это возрождать Вот, у меня тоже есть определенные пожелания Я, например, не знаю, как молились наши предки Вот, на некоторых изображениях, допустим, богини Макоши Есть вот такая поза Она прикладывает руки к плечу Молитвенная ли это поза, или нет, я не знаю Очень много загадок Да, много загадок, да То есть, чаще всего изображение только лица Но к нему невозможно понять А вот тел в полный рост довольно мало Поэтому я хотел бы их коллекционировать Посмотреть, как они выглядят на геоглифах На петроглифах, на статуях И обобщите, посмотрите Может быть, удастся воскресить А какие были молитвенные позы А какие были танцевальные ритуалы А как люди одевались Тысячу, не просто тысячу лет назад А, скажем, 10 тысяч лет назад, 100 тысяч лет назад Люди жили Ну, согласны с тем, что вот эта древняя культура Она была именно сакральная такая, духовная культура То есть, эти смыслы они преобладали Безусловно Прежде всего, что меня удивляет Что культура была единой на протяжении всего земного шара Представляете? Более того, была развита картография И даже можно понять из некоторых рисунков Кто наносил контуры материков на карту Это были поморы Как ни странно Русское слово поморы Вот кто был первым картографом Но, когда я стал углубляться в эту проблему Выяснилось, например, что До 18 века Наносить контуры материков на карту Не было никакой возможности Нужны были навигационные приборы Они были слишком неточными Как вы знаете, была или астролябия Она немножко получше Или секстант Представляете? Угломерный инструмент Во время качки на море Корабль качается Вы меряете угол С какой точностью вы его померяете? Если учесть, что один угловой градус Это примерно 180 километров Где-то вот так Вы на градус ошиблись Вы вообще приплыли в другую страну А для того, что... Ну, это для измерения широты Для измерения долготы Надо было измерять время восхода Солнца Желательно с точностью до секунды А часы были известны только маятниковые Но маятниковые часы во время качки не работают А настоящий хронометр появляется только в 18 веке Значит, до 18... Опять Если вы ошиблись на несколько секунд Значит, вы на нескольких километров на местности ошиблись Вот Поэтому, на самом деле Дай-то Бог, если умели читать карты Это, вот так сказать, ближайшее к нам время А наши предки умели составлять карты Причем, что интересно Как вы знаете, на карте Пирирейса Была нанесена Антарктида Не слабо так Причем, какие-то ее куски были обнажены И там реки обозначены Должны ли какие-то существовали способы, ну, другие замеров, которые были более точны, чем даже современные Конечно Естественно Естественно Но это все было утрачено Мы сейчас очень-то ее возрождали Вот, да, вот сейчас наступает то время, когда мы не только можем возрождать Когда, я надеюсь, через интернет мы можем этими знаниями делиться Поскольку тут запретить что-то очень сложно Хотя, я тоже не знаю, как долго это окошко будет открыто Все, может быть, но будем надеяться на лучшее Спасибо, Ваня Спасибо Пожалуйста Пожалуйста Сообщение на тему соотношения таких понятий, как русские, славяне, арийцы Ну, часто меня спрашивают, откуда я беру свои сведения Я когда-то начинал с того, что тоже читал книги, которые есть И потом понял, что книги представляют собой определенный источник И, вообще-то, развитие исторической науки движется к освоению новых источников Хотя, этот процесс всегда очень болезнен Вот, хочу вам привести один пример Академик Артиховский, но он потом стал академиком Нашел берестяные грамоты Казалось бы, как замечательно историческая наука должна торжествовать И сейчас так об этом и пишем Тем не менее, в первый год, когда были опубликованы эти сведения Его очень ругали в литературе Это мало кто знает И он обставил это дело таким образом, что первую берестяную грамоту Нашла якобы колхозница, которая шла мимо отвала И в отвале, где была пустая порода Она нашла берестяную грамоту Зачем он это сделал? Понятно было, что никакая не колхозница Нашла, что колхозница вообще понимает в исторических источниках Он это сделал на то, чтобы, если сказали, что такого типа источников нет Он бы открестился, сказал, ну, кто вы хотите От колхозницы, она не источник Она может найти все что угодно Возникает вопрос, а почему какие-то источники приветствуются А какие-то источники с порога отвергаются А потому что сложилась определенная классическая схема В одномике называются такие схемы парадигмы Согласно которым мы берем все только из одного типа источников Это летописи, это рассказы каких-то писателей Писатели древние, вот сегодня так числялись Например, Адам Брэйманский или Гельморт Чаще всего сами не видели каких-то вещей Они опирались на то, что им рассказывали Отружающие люди Но вы сами понимаете Вот представьте себе Если бы мы захотели изучать христианство Не по источникам христианским А спросили бы какую-нибудь бабушку Что она думает о христианстве И она бы рассказала, что она о нем думает Мы бы это записали Сказали, вот видите, здесь местные сведения Вот такие-то и такие-то Но, к сожалению, ничего другого Древние писатели сказать не могли Они не были учеными, в нашем смысле слова Они были просто современниками тех событий Так вот, получается парадоксальная вещь Все исторические сведения По интересующим нам регионам То есть по России Заканчиваются начальной мерописью Ну, а вот такой источник, как веды Были известны, скажем Германцам, ну и вообще европейцам Только на рубеже 18-19 века Когда они были переведены на европейские языки И тогда возникла новая дисциплина Сравнительное языкознание Все удивились, насколько индийские корни Близки многим корням европейских языков Поскольку в 19 веке Из всех европейских стран В области науки лидировала Германия Ну, вы это, наверное, знаете Даже многие русские получали образование В Лейпцевском университете В Гейтенбергском или в Жерлинском То, естественно, что поначалу Стал этот язык, предполагаем, общий Называться индо-германским Потом некоторые европейцы обиделись А почему только индо-германский? Их в конце стали называть индо-европейский язык То есть, древняя Индия, скажем Ну, где-то самая большая древность Прослеживалась как пять тысяч лет назад Вот это была предельная древность Потому что ни, скажем Древний Рим, Древняя Греция Ни даже Древний Египет Вроде бы до такой древности не находили А вот я начал с другого Я начал вовсе не с анализа Вот этих книг Как-то так получилось Что меня заинтересовало Слаговое письмо О котором писал Гриневич Правда, когда я стал подробно заниматься Я понял, что он продвинулся Примерно на одну треть дистанции И потом с нее сошел Но он-то предполагал Что то письмо, которое расследуют На Руси существовало где-то В 10-11 веке Потом вышло из употребления Выяснилось, что это совсем не так Что если говорить о том, что оно вышло из употребления Весь вопрос, где и когда оно вышло Например, в Древнем Новгороде Оно получило второе развитие в 15-м веке А самые последние данные датируются 20-м веком Ну и в частности В доме Ипатьева была оставлена надпись Этим слуговым письмом Как вы знаете, уже в момент расстрела В 1818 году Ну а если брать Кагаполье Там было кладбище Староведов И там писали Правда, плохой руницей Вплоть до 30-х годов 20-го века Это вот Так сказать Те следы, которые есть Но я не уверен, что оно Вообще вышло из употребления Я уверен, что Староведы где-нибудь еще Орочи велика Наверняка употребляют его до сих пор Это вот к вопросу О пределе верхнем Что касается предела нижнего А когда я стал исследовать Выяснилось, что Можно выйти далеко за 10-й век Сначала получилось, что В черняховской культуре Писали эти письма Потом выяснилось, что Оно в античности существовало Потом выяснилось, что Оно было в эпоху бронзы Ну, например Скажем, в трипольской культуре Потом выяснилось, что Оно существовало в культуре винча Это уже культура неонетическая Потом Еще более В старой культуре Значит, тоже на территории Сербии Это мезолитическая была И потом, в конце концов У меня получилось, что читаются Даже некоторые надпись Каменного века Я имею в виду Верхнего Палеолита Я лет пять не публиковал Эти чтения Потому что Ну, вы, наверное, слышали С точки зрения классической науки Считается, что письмо возникает Только в эпоху бронзы Эпоха бронзы Ну, это примерно Скажем, третий Тире Первый век До нашей эры С первого века уже Эпоха железа А раньше? Ну, считается, что Раньше могло существовать Только предписьмо Ну, то есть отдельные Какие-то знаки Скажем, в эпоху ноолита Которые никакого смысла Не несли Так сказать Люди учились Примировались Как бы неизвестно для чего А потом возникло письмо В эпоху бронзы На самом деле В эпоху бронзы Мы действительно имеем дело С рядом письменности Точно так же Как с рядом этнос А вот Говорить, какие этносы Были в эпоху ноолита Тем более Какие этносы Были в эпоху Мезолита Ну, мезолита Это с десятого По пятое тысячелетие А на лит С пятого По третье тысячелетие В науке не принято То есть Вроде бы там Никаких этносов не было Но А уж говорить О том Что люди писали В верхнем углу о лите Ну, это Как мне говорили Значит Ну, какие-то Фантазии разводить Тем не менее Какие надписи Мне стали попадаться Надписи на камнях На обычных камнях На сакральных камнях Потом Я обратил внимание На петроглифы Петроглифы Это уже Написи Изображения На скалах Они могут быть В рост человека Могут быть В пять ростов человека Но это уже Очень крупная вещь Но вот С прошлого года Я начал исследовать Геоглиф Геоглифы Это надписи На земле Видимые Из космоса Мы с вами Знаем Только один Геоглифов Это геоглифы Пустыни Наск И до сих пор Гадают А зачем Такие крупные Фигуры Они видны Только С воздуха Или из космоса Вообще Зачем их делать Это большой труд И непонятно Зачем Но выясняется Что географов Гораздо больше Чем только В пустыне Наск Практически Они есть везде Москва Представляет собой Географ Аркона Это Бывшая Столица Руси На территории Нынешней Германии На острове Людей Ну и так далее Их на самом деле Очень много Возникает вопрос А они-то Зачем Единственное Разумное Объяснение Что были Какие-то Летательные Аппараты В древности И даже По некоторым Географам Можно Примерно Проследить Путь Летательного Аппарата То есть Так называемую Глиссаду Когда видны Сначала Очень крупные Географы Потом Среднего размера Потом Самые маленькие Самые маленькие В точке приземления Точка приземления Это там Надписи Обычно Поясняют Где находился Храм того Или иного Бога И Или где Жил Настоятель Настоятель Назывался Мим Ну где-то В километре В двух Он жил От самого Храма То есть Это его Резиденция Короче говоря Вот эти Надписи Причем Все Надписи Сделаны Не просто Поручки Но и тем Письмом Которым Пишем Мы с вами Не только Вот этой Рунице Рунице Гораздо Меньше И Появились Русские Часто Писали Волева Русь Волева Значит Вольная То есть Вольная Свободная Нет Титульной Нации Позже Стали Посвящать Это Какому-то Богу Причем Тут Разделилась Так сказать Типология Надписи Если Эти Надписи Относились К какой-то Эпохе То Ставилось Имя Бога Данной Эпохи Вот В Нижнем Палеолите С выходом За его Пределы В Нижний Пристоцент Это Была Эпоха Макоши И говорилось Что это Мир Макоши Но там Могла Существовать И Русь Яра И Русь Мары И Русь Рода Ну Короче говоря Русь Одного Из этих Победов Следующая Эпоха Эпоха Мары Самая Интересная Эпоха Потому Что К моему Огромному Удивлению На Марсе Есть Написи Например Написано Сырье А рядом Написано Храм Мары Как вам Это Нравится То есть Иными словами Максимум Летательных Аппаратов И полетов На другие Тела Нашей Солнечной Системы Были В Нижнем Палеоните Это Когда нам Говорят Что люди Еле-еле Вроде Там Камень Камень Удавить В общем Ничего Другого У них Не было Ну Как вам Сказать Археологов Тоже Особо Обвинять Нельзя Вот Представьте Себе Если мы Сейчас Начнем Раскопки Где-нибудь В Якутии Там Где стоя Бища Оленеводов Мы скажем Извините Это Вообще Говоря Ну Хозяйство Скотоводческое Причем Такое Примитивное Скотоводство Это Если угодно Пережиточный Неолит И мы Будем Правы Да Они Сосуществуют Вместе С нами В одно Время Более Того У них Есть Телевизоры Они Летают На самолетах На чернепитни Ведут Хозяйство Которое Соответствует Очень Очень Далеким Эпохам Ну И археологи Находят Именно Такие Вещи Поэтому Их Нельзя За это Осуждать И они Правильно Говорят Что Вот так Были Такие Но Других Вещи Они Не Видят И Видеть Не Хотя Меня Очень Удивило Что Нет Ни Одного Археолога Который Занимался Географом Ну Тут Еще Другая Вещь Значит Компания Google Которая Программа Такую Сделала Планета Земля И Вы Можете Наблюдать Любой Участок Земли С Любого Расстояния Там И 200 Километров И 2 Километра И 200 Метров Ниже Уже Нельзя Потому Что С точки Зрения Военной Вы Уже Начнете Различать Отдельные Корабли Скажем Там Линкоры Крейсеры Если Это Намое А Если Еще По мере Чайтовые Танки Будете Различать То Это Уже С Военной Точки Зрения Неприемлемо Поэтому Ближе Уже Нельзя Там С Высоты Допустим 15 Метров Нет Нельзя Ну Где-то Последняя Высота 200 Метров Но Даже Сейчас Компания Сфотографированными В пасмурный День Или Даже Ну В пасмурный День Трудно Фотографировать Потому что Там Облака Закрывают В сумерке Вы понимаете То есть Вы чуть-чуть Можете Различить Там Где Водоем А Где Скажем Равнина Но Уже Детали Этой Равнины Вы Разлучить Не можете Я сравниваю То Что Я Сам Снимал Вот Эти Скримшоты Два Года Назад И Сейчас Уже Невозможно Сравнивать Раньше Была Великолепная Разрешающая Способность Сейчас Вы с трудом Узнаете А еще Туда И облако Всадят Которое Накрывает Какие-то Детали И все Вы уже Местность Не узнаете Это Я к тому Что Сейчас Хорошие Картинки Будут Продаваться За деньги Вот Ну Как всегда Товар Порт Специально Чтобы Потом За деньги Продавать Хороший Товар Теперь Уже Рынок Можно было бы договориться Уж если Действительно Археологи Это государственное Учреждение Они могли бы договориться Но Я сейчас О другом Значит Не хотят Археологи Заниматься Ни культовыми Камнями Ни чтением Надписей На обычных Камнях Ни чтением Надписей На петрографы Единственное Как они исследуют Петрографы Это они Вручную Перерисовывают Картинки Которые есть И все Когда вы Смотрите Фотографию И сравниваете С прорезями Вы видите Что на фотографиях Мелким шрифтом Полно подписей На прорезях Вы ничего не увидите Есть только Вот Общий рисунок И все Возникает вопрос Ну почему же Не хотят Археологи Воспользоваться Вот этими Новыми Историческими Источниками Ну я вам уже Намекнул Новый Исторический Источник Несет в себе Огромную опасность Он может Разрушить Те сведения Которые Были До того Вы понимаете Значит Вот эти Новые Исторические Источники Показывают Первое Что В каменном веке Был Один язык У всего Человечества И этот язык Ближе всего К нашему Русскому Более того Есть Вообще Удивительные Вещи Ну вот Скажем Был такой Немец По-моему Он сейчас Умер Его фамилия Джейкс Руд Он уехал В Мексику И Там Черные Археологи Разрывали Холмы И на этих Холмах Они находили Фигурки Динозавров Вылепленные Из керамики И на сегодня Таких фигурок Известно Порядка 30 тысяч Вот он сам Коллекционировал 30 тысяч Вы представляете Какой огромный Массив Из них Одна десятая То есть Три тысячи Это фигурки Динозавров С людьми Как вам это нравится Причем Самое интересное Что Динозавры Подписаны Они назывались Словом Кат Удивительно То ли на них катались Это было Транспортное средство То ли слово Кат Потом озвончилось И стало Словом Гад Что тоже Понятно Привнение Динозавров В общем Тут Можно думать Но Людям Эти Живые существа Были известны И было Для них Игна Причем Что меня поразило Для всех динозавров Только одно Игна Ну так же Как мы И сейчас Их тоже называем Словом Динозавров Научное слово Вот Это я к тому Что наверное Все таки Люди Живут Дольше Чем 2 миллиона лет Гораздо больше И Что Вот Был Единый язык Ну а теперь Что касается Надписи Руси Значит Надпись Руси Качается на всех Континентах Есть она И в Южной Америке И в Северной Америке И в Африке И в Европе И в Азии Более того В одном месте Найдена металлическая Пластина И на ней написано Правда написано Уже от Руницы О Ане Протокириллице И написано слово Мы веселые русичи Поэтому я могу сказать Что не только Слово Русь Известно было По крайней мере 400 тысяч лет назад Но и слово Русичи Так что мы с вами Тоже веселые русичи Теперь что касается Слова Славяне Слово славяне Меня тоже в свое время Очень интересовало В 19 веке Была однозначная Этимология этого слова Все считали Что слово славяне Это искаженное Немножко слово Славное То есть Кто славный Тот и славянин Но Вот Незадача Оказывается Тысячу лет назад Новгородцы Себя называли Не славяне А словейне Ну и тут Было объяснение Ага Словейне Это не от слова Слава А от слова Слово Те кто словом Владели Те словени А те кто Немовали То есть Не могли сказать Те немцы Но можно было Пойти еще дальше Примерно 1200 лет назад Уже это слово Произносилось Даже не славяне А скловяне Или склавяне Там кэ было Это вообще удивительно Откуда кэ Причем В некоторых Написаниях Через кэ В некоторых Написаниях Через тэ Но чаще всего Через тэ Получалось Схлавяне Но вот Попробуем Представить себе Что были какие-то Гласные Которые выпали Ну допустим Между С И К Была гласная Ну давайте Ее неясно Произнесем Скажем Соколовяне И тогда нам понятно Что слово Соколовяне Восходят К какому слову Сокол Князя Всегда называют Знаете как Обращение к нему Ясный ты мой Сокол Никто не говорит Ясный ты мой Кречет Ясный ты мой Ястреб Таких обращений Никогда не было Только сокола Больше никак Ну вот я Такое предположение Выдвинул И не прошло И лет 7 Как выяснилось Вот такая Группа Сложилась В Сербии Там Одна Женщина Археолог У нее Двойная Фамилия Давидович Живанкович И в ее Группе Был такой Самодеятельный Археолог Клякич Любомир Клякич Он нашел Камень На мой взгляд Этот камень Напоминает Пингвина Но Когда я стал читать Убедрился В том Что это Сокол И там Не только Подписано Было Что это Птица Сокол Там было Написано Что и Как бы Дети Сокол Это Соколовяня То есть То Что я Предполагал Где-то Найти На этом Камне Было Просто Написано Причем Написано Уже Не Руница Написано Нашими Буквами Соколовяня Тогда Все Понятно Сокол Это Вроде бы Наш Татем Славянский И От него Появились Сначала Соколовяня Но это Долго Выговаривать Потом Они стали Склавяне Потом Они стали Славяне И Вот Так Мы Произносим Но Если Еще Копнуть Дальше Сокол Это Не Просто Татем Это Один Из Зооморфных Ликов Бога Яра Бог Яр Имел Несколько Зооморфных Ликов Поначалу Когда Появился Бог Яра Он Появляется В верхнем Палеоните И Русь Яра Такая же Появляется Сначала Он Появляется В зооморфном Облике Льва Таком же Род Но У рода Кроме Облика Льва Больше Никакого Другого Облика Нет А У Бога Яра Постепенно Появляется Другой Облик Потом Появляется Сокол И На третьем Месте Появляется Бык Но Бык Тогда Назывался Тур Я Я Думаю Что Вот От Слова Тур Появились И Названия Некоторых Народов Это Туранские Народы Нынешние Тюрки То есть В общем Там Много Можно Найти Таких Общих Корней Но Я Сейчас О Другому Итак Соколовяне Появляются Позже Чем Русичи Но Раньше Чем Арицы Потому Что Кто Такие Арицы Имя Бога Яра Позже Уже Когда Появились Языки А языки Начинают Появляться В Мезолите И Уже Появились Разошлись Довольно Сильно К Наолиту И Очень Сильно В Эпоху Гроз И Вот Получается Так Даже У славян У Славян Йотиров Яр Произносится На севре На юге Уже Произносится А Ну Если мы Сравним Русские Болгарские Языки По русски Местоимение Первого лица Было Яз По болгарски Аз По русски Ягненок По болгарски Агниц То есть Иными словами Там вот этот Йот Опускался На юге Значит Яр На юге Произносился Как А Значит Все потомки Яра Яри Стали Кем А Я Я Понятно И вот это слово Наиболее молодое Более того От этого же Корня И Варяги Те кто верует В Яру Ну Сначала Может быть Они Назывались Какие-нибудь В Яруки Но это Не очень удобно Произносить И К Очень часто У нас Значается Скажем Слово Творог По-болгарски Звучит Как Отворог То есть То, что Отваривают Твой отворог К На конце Суффикс Ок А в русском языке Он озвончился И стал Творог А первый звук О Исчез Вот И уже Непонятно Что это была Когда-то Приставка От Ну Слова Фонетически Меняются Вот И вот Варяги Это тоже Те кто Поплодники Яра Естественно В Арконе Был вот этот Храм Яра Сегодня Тут Перед нами Был упомянут Святой вид Действительно Вот Те кто Посещал Красам Или кто Описывал Тех Кто Посещал Храм Храм В Арконе Говорили О том Что вот Был такой Бог Святой вид На самом Деле Это не Бог Это было Четыре Бога Стоящие Спинами Друг к Другу Статуи С четырех Богов На Юг Смотрел Род На Север Макош На Запад Смотрел Перун И На Восток Верес Вот Так Четыре Бога Но Поскольку Для Германцев Это ничего Не значило Ну И кроме того Они не всегда Понимали Что они Видят Они считали Что это Один Бог О четырех Головах И оттуда Вообще Все Вот Эти Вот Так Сказать Впечатления Многоголовых Русских Богах Не Было У нас Многоголовых Но Такие Боги Когда Скажем Один Спереди Другой Сзади Тоже Такой Бог Назывался Мимо Как Правило Спереди Бала Макош Сзади Рот Тоже Такие Были Скульптурные Изображения Ну Вот Это Так Сать Вот Такие Пояснения Так Вот Получается Что Имя Арии Унесли С собой Как Вы знаете Иранцы В принципе Название Арии И Иран Несколько Близкие Друг К другу Так же Как Вы Знаете Что Название Того Светлого Места На Небе Куда Может Быть Попадем Называется Не только Рай Но Часто Называется Ярий Арий Или Ирий Вот Все Эти Названия Зафиксированы Когда Исследовали Народное Творчество То Есть Рай Это Ничто Иное Как Место Где Проживает Ярий Вот Ну И отсюда Понятно Что Арийцы Или Ариани Вот Так Сказать Персы Унесли С собой Это Имя Ну А Сейчас Мы Это Имя Применяем Белым Людям Ну Так Оно И Есть Ну Да Мы Все Последователи Я Более Того Что Интересно Когда Появилось Христианство С точки Зрения Русского Ведизма Или Язычества Это Просто Появилась Другая Ипостась Тех же Богов Иными словами Богиня Мара Она Часто Изображалась С младенцем Яром На руках Есть Очень Много Таких Изображений А Потом Когда Наступило Христианство Под ними Изменили Подпись И Написали Не Дева Мара С младенцем Яром А Дева Мария С младенцем Христом А Изображения Те же Самые Более Того У нас В некоторых Церквях Есть Ведические Изображения Ну Скажем Есть Такой Город Юрьев Польской И Вот Там Есть Один Храм Где До сих Пор Никак Не Могут Понять Вроде Изображен Иисус Христос Но Какой Не Канонический А Рядом Написано Что-то Вроде Бо У Но Если Вот Эта Вот Копись Ну Считают Что Это Вроде То ли Скульптор То ли Архитектор Я Просто Увеличил Это Изображение Оказывается Это Некое Огибающее Более Мелких Надписей А Более Мелкие Надписи Гласят Лик Перуна Лик Перуна Лик Перуна То 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 Понятно Почему Это Многие Боги Стали Прототипами Наших Святых Как только Вы смотрите Любого Святого Вы В нем Обнаружите Или Лик Рода Или Лик Яр Ну Скажем Есть Такая Сцена Яр Убивает Змея Греки Имя Яр Стали Произносить Как Яр И То Георгий Это Теперь Стало Гербом Москвы На Самом Мы Вернулись К Самому Яру От Которого Ушли Но Только Теперь Он Стал Христианским Святым Ну Или Возьмите Другого Скажем Бог Велес Бог Удачи Сначала Он Был Богом Удачи Охотничьей Потом Он Стал Удачей Скотоводческой Потом Когда Скот Стал Деньгами Он Стал Богом Удачи В денежном Деле Потом Когда Деньги Стали Воровать Мошенники И воры Он Стал Богом Мошенников И воров По мере Того Как Понятия Удачи Менялись Менялись И его Свойства Ну И В конце Концов Он Стал Почитаться Под Христианским Святым Николаем Причем Это не мои Исследования Это были Исследования Некого Успенского Из НГУ Там Он книгу Напечатал Вы Посмотрите В наших Христианских Храмах Свечек Ставят Больше Николая Угоднику Или чудотворцу Чем Самому Иисусу Христу Спасителю То есть Ставят Свечку Николаева На самом деле В виде Него Почитают Бога Верийца Вот как Был интерес К этому Богу Так он Остался Вы же Сами Понимаете Общественное Сознание Это настолько Инертная Структура Вот как Вы его Не ломаете Об колено Ничего Не получится И поэтому Ну когда Например Часто Говорят Что Вы знаете В 1988 Году Было Введено Христианство По всей Руси Ну вы прикиньте Как это Вот несколько сотен Тысяч лет Люди верили В русских Богов И потом За несколько дней Они сразу Все сменили Может Такое Будет Вы вспомните Своих родителей Дедушек Бабушек Вот если Кто-то знает Что до революции Люди верили Сколько бы лет Атеизма не прошло Они так и остались Верующими Это вы знаете Только в школе Вот когда вас С детства Учат Что никакого Бога нет Тогда Может быть Вы станете Атеистами Да и то К концу жизни Скорее всего Станете верующими А вот так Вот в одной части Отказаться От своих Богов Такого не бывает Поэтому у меня Такое впечатление Что христианство Тоже Как вам сказать Немножечко лукавит Когда говорит Что нашему христианству Тысячи лет Ну дай Бог Ему 200 лет И то было бы хорошо И это показывает Почему Христианство Не смогло Стать духовной Опорой В годы революции Оно еще Не так Сильно Было внедрено В сознание Наших людей Ну вот Я хотел бы Уже к концу Приближаться Своего выступления Я хотел вам показать Что Я опираюсь На те данные Которые можно Вычитать Из каменной Летописи Еще раз повторяю Археологи Не только Ее не читают Они не хотят Ее читать Потому что Сами понимаете Все их наработки Последние 200-300 лет Надо отбросить И сказать Что русский язык Это самый Древний язык На земле Это общечеловеческий язык Более того Такие надписи Есть на ближайших Планетах Солнечной системы То есть Этот русский язык Распространен Не только на земле Но вы Вдумайтесь в это Это язык Всего человечества Это язык Всей земли И может быть Язык Всей солнечной системы Как вам это нравится И тогда что получается И тогда получается Кто такие славяне Славяне И это просто Люди Те же русские Но только Говорящие На других диалектах А какие диалекты Были Значит Первый диалект Который существовал В Архоне На территории Современной Германии Который был присущ Варягам А позже Был присущ Готов Это вот тот самый Русский язык На котором мы говорили Никакого другого Готского языка Не существовало Потом Готов Огерманили Но это уже Другой вопрос Да Они перешли На немецкий язык Второй диалект Из которого Произошли Украинский язык И язык Южных славян Это диалект Скифский К сожалению Пока много Говорят о том Что скифский язык Имеет Радское происхождение Вы мне покажите Тексты На самом деле Такие тексты Есть Если вы Почитаете Отчеты Наших Экспедиций Академии наук Археологических Экспедиций Они копали Довольно много Скифскую территорию Нашли там Доспехи Нашли там Копья И там Есть надписи Правда Эти надписи Не замечают Потому что Они Светлые На темном фоне Как-то Человеческий глаз Их за надписи Не принимает Принимаются Какие-нибудь Блики Блестки Но не за надписи Но вот Если их Обратить в цвете То есть Сделать так Что Они Примут Привычную Для нас Форму Они все Читаются Они все Написаны По-русски И написаны Вот Этими Рунами Рода То есть Прот Кирилец Ну и Что там Есть Что мы Там Читаем Написано Что это Русь Скотия Это Первое Или Написано Скифия Россия Россия В данном Случа Не имя существительное А имя прилагательное Чья Скифия Россия Принадлежащая Россам Сперва Понятно Откуда Византия Взявла Вот этот термин Россия Она просто Ударение Переставила Это просто Прилагательное Прилагательное От Руссов От Россов Ну Дело в том Что не во всех Языках Развлечаются Звуки О и У Скажем В Тюртке Они не Развлечаются Поэтому Россия Русс Это примерно Одно и то же Вот Но Что меня там Удивило Например Там Написано Вместо Союза И Союз Та А мы знаем Что союз Та Как оглушенный Союз Та Присущ Украинскому языку Никогда Не слышали Там допустим Выступая Украинский Театр Оперы Та Балет Та То есть Та Как у нас Иван Да Мария Не Иван И Мария А Иван Да Вот этот Союз Да Превратился В союз Та И он уже Был ускив Дальше В ряде Случаев О Переходит В И Как вы знаете Это тоже признак Украинского языка Но Там же На копье Написано Что оно Принадлежит Малкому Князю Дело в том Что Слово Малкий В смысле Мелкий Присущий Сербскому Языку Там Будет Не малый А малый И вот Получается Что Вот это Скирское Скирский Диалект Это тот же самый Русский Язык Но с небольшими Отличиями Но Вы знаете Сейчас Русский Язык Имеет Несколько Диалектов Есть У нас Северный Диалект Мы Так С вами Не Говорим Но Когда Так Говорят Мы Сразу Понимаем Что Это Не Из Центральной Руси Они Выгуванивают Все Звуки И звуки Ой Звуки Е Они Говорят Река Песок Ну вот Ельцин Например Так Говорил Да Вот Он вам Хорошо Знаком Так Вот Есть Южно-русский Диалект На Юге Много Говорять Вы Наверное Слышали Да Это Вот Признак Южа Но Есть Признак Сибиряков Сибиряки Говорят Конечно Или Допустим Покупать Ну и так далее Тоже Любопытно То есть У нас И до сих пор Есть И в каждом Языке Какой бы Вы ни взяли Даже в самой Мелкой страны Всегда есть Диалект Вот я вам Два диалекта Показал И вот Наконец Третий Диалект Из которого Появился Белорусский Язык Это Этрусский Диалект Там Оказывается Было Вот это Вот Сильное Ах Дальше Там Было Озвончение Ну вы знаете Белорусский Язык Да Там Скажем Не девушка Дзяучина Слышали Да Вот Ну и много Вот таких Вот Вещей Там Допустим Окончание Третьего лица Прошедшего Времени У глаголов Будет не Л Ну допустим Скажем Напечатал Но по-белорусски Будет Надруковал У Краткое У нас нет У краткого У краткое Вместо Л И такое же У краткое Есть у Этрусков И вот Получается Что этрусский Язык Это предок Современного Белорусского Языка Но когда я стал Исследовать Хронологию Я понял Что он не предок Нет Он потомок То есть На самом деле Жители Вот этой вот Реки Полоты Там была столица Великого княжества Литовского Полоцк Вот Полочайни И Жители Как он Это Полоцк Смоленский Диалект Жители Смоленска Которые Крилличи На себя Называли Вот Они Подались На север Италии И они Там Основали Свои Курлони И вот Их Диалект Стал основой Этрусского Языка Но Этрусский Язык Поскольку Он был Вдали от русского Он Очень Быстро Изменялся Но Это так всегда Бывает Вот Удивительное Дело Значит Когда Язык Метрополия Он не так быстро Меняется Хотя он тоже Меняется А где-то Если осколки Есть Они либо Вообще Не меняются Либо В другом окружении Они начинают Изменяться Быстро Ну вот Скажем Слово Женщина То есть Турский Было Женча Потом Стала Женча Потом Стала Ченча Потом Стала Чеча Потом Стала Чача И вдруг В испанском языке Мы встречаем Мачача Которая Становится Мучача Девушка Да То есть Вот такое Вот явление Почти За век Очень сильное Изменение Ну что Собственно Говорить Об русском языке Смотреть На современный Русский язык То есть Извините Украинский язык За последние 20 лет Украинский язык Настолько Изменился Что Вот Скажем Украинцы Проживающие В России Приезжают На Украину Они там Почти ничего Не понимают То есть Вот Настолько Быстро Эволюция Но это Специально Идет Проклятых Москалей Как можно Подальше Но это Опять Это Так сказать Тенденция Антиславянских Чтобы нас Разобщить Семьи Словенский язык Очень далеко Ушел Словенский язык Там вообще Всего Два миллиона Жителей В Словении Но В одной из столицы Любляна 60 диалектов Можете Представить Они с трудом Понимают Друг друга А на русский Язык Очень плохо Ложится 60% Корней Общие У русских И у славянцев У них Другая мелодика Речи И их Понять Почти Невозможно Сербский Гораздо Понятнее Чем славянский Это я вам К тому Что в разном Окружении Разные Русские Диалекты Стали Один в одну Сторону Изменяться В другой В другую И вот Дали славянский Язык Что касается Других Индоевропейских Языков Там Немножечко Другая История Была Ну Вы знаете Что Было Тайние Ледников 10 тысяч Лет назад И Когда Ледник Тает Вокруг Него Много Воды Которая Не успевает Некуда Истекать Если Много Лет Местность Имеет Вот Такую Стоячую Воду Она Превращается В болото До сих пор Болото Практически Непроходимое Проехать Их Тоже Невозможно В общем Короче Говоря Единая Культура Единая Нация Раскололась Массу Фрагментов И между Ними Какое-то Время Не было Никакой Связи Ну И Теперь Можете Представить Значит Если В одном Местности Был Один Диалект Он В одну Сторон Стал Разрываться В другой В другую В третью В третью Прошло Тысячи лет Люди Уже Перестали Понимать Другого Ну И дали Начало Новым Семействам Языков И вот Так Постепенно Единство Которое Когда-то Было На всей Земле Оно Раскололось Появилось Несколько Наций Появилось Несколько Языков Люди Перестали Понимать Другого Но Русский Язык Вплоть До Девятнадцатого Века Был Международным Языком Сначала Он был Международным Языком Еще до Греческого И до Латинского И многие Монеты Латинские Неявным Образом Подписаны По-русски Представляете Там написано Название Столицы Не Рома А Либо Рим Либо мир На римских Монетах Монеты Это Наиболее Репрезентативный Источник Монеты Имеют Во-первых Чеханку Несколько тысяч А может Миллионов От земляров Во-вторых Они же Входят Из рук В руки То есть На самом деле Одна монета Может обслужить Несколько тысяч Человек И если Там есть Русские надписи О чем еще Говорить Или когда Мы читаем Скажем На чертежах Римского Архитектора Литрувия Надписи На русском Языке О чем Говорить То есть Русские Надписи Можно обнаружить Во всей Западной Европе Вот так То есть Иными словами Русский Язык Уходит Из употребления Где-то Примерно В 18-19 Веке До этого Например Все скандинавские Королевы в обязательном Порядке изучали Русский язык Спрашиваются И это зачем Ну это Международный язык Но Когда нас стали Опускать А нас стали Опускать С 18-го века И от русского языка Отказались И в рисунки Вписывали Надписи По-русски Вплоть до 19-го века С 19-го века Уже От этого Отказались То есть Короче говоря Русский язык Постепенно Додвинули На задворки Несмотря на это На сегодня Русский язык Один из самых Замечательных Языков Мира Вот посмотрите Сколько В нем Звуков В нем Звуков Больше Чем в любом Европейском языке Мне часто говорят А вот в кавказских Языках Больше Да В кавказских Больше Это труднопроизносимые Звуки Всякие цокающие Ну вы знаете Там какие-то Давящиеся Ну вот Что-то такое Их произнести Трудно Или возьмите В аварабском Всякие гортаны Такой вот звук Ну он На слух Тоже плохо Усваивается Но вот Если вы Красивые звуки Посмотрите У нас их Очень много Дальше Вы посмотрите Наше слово Образование Какое же Оно Богатое Ведь мы Можем передать И научный стиль Лечи И передать Любые чувства У нас Почти до каждого Оттенка чувства Есть свои слова С русского языка Переводить Необычайно Сложно Отчасти Поэтому Самые Лучшие Русские Поэты До сих пор Не имеют Хороших переводов Нет ни одного Хорошего перевода На английский язык Пушкин Лермонт Их Поэтому И не знают Ну нет Хороших переводов Зато На русский язык Шекспир переводится Великолепно Но вы понимаете Что с развитого языка На неразвитый Перевести Почти невозможно А с неразвитого На развитый Пожалуйста Да еще несколько вариантов Вот так и получается И вы сами понимаете Когда англичане Пытаются Сказать Простейшее Русское слово Какая нибудь Тетя Мария Тетя Мария Для них это вообще Ломка языка Как это тетя вообще Что это такое То есть все мягкие Так называемые Палатальные звуки Они практически Не могут передать Ну и также Любую русскую поэзию Очень трудно переводить У нас ритм У нас рифма У нас еще и Глубочайший смысл Да еще и По тексту Все это Практически Передать невозможно На других языках Зато Когда вы начинаете Думать о русской грамматике У нас многое есть Из того Что приписывают Другим языкам Ну например Говорят А в русском языке Нет продолжимого Скажем Такого Континиум Как в английском Почему нет? Есть Скажем Я еду на работу Когда? Сейчас Я езжу на работу Когда? Вообще То есть Езжу Это континюнс То есть Это Indefinite А еду Вот сейчас Это континюнс Иду И хожу Понятно? Лечу и летаю Плыву и плаваю Ну и так далее Это можно продолжить Вот этого Никак иностранцы Понять не могут Да как это? Да это все есть У нас все есть У нас и герунди есть И все есть Другое дело Что это не разве Это в такой степени Как у них Но уверяю вас Любые грамматические Явления Которые присущи Западным языкам Есть и в нашем языке Но я уж не говорю Какой у нас сложный Синтексис Вы попробуйте Льва Толстого Как следует Его вот эти Предложения На целую страницу Передать на других языках Ну я сейчас Синтексис Вы русский язык Он не нужен Ну вот на этом Я хотел бы Закончить свою лекцию Если есть Как-нибудь вопрос С удовольствием Спасибо Аплодисменты Аплодисменты Вопросы к ней Синтексис 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 Синтексис